Так, так, так! What the fuck, чат! Это вы? Здравствуйте, я не ошибся стримом, я в правильное место попал. Это любители так-так-таков в поисках Чристера. Здорово! Здорово! Опа-на! Darkwood Spectre. Блин, они просто добавили на обычные модельки мобов зелёное свечение, и всё. Причём, как обычно, у ГГГ слишком сильное зелёное. Но вообще, это прикольно, потому что вот этот цвет, который вы видите, это мой любимый цвет. Вот это мой любимый цвет, изумрудно-зелёный. Ядрить карен зеленяка. Блин, а почему они всё равно взрываются красным? Я не понимаю. Летят зелёные шарики, упадают в мобов и наносят им красный взрыв. Что? Чё за бред? А это что? Divine Void Sphere? Ой, ничего себе. Не, ну это, кстати, было ожидаемо. Кстати, чат, вы знали, что в игре до появления кражи появился хайдаут с внешками кражи? Это было в прошлой лиге. Посмотрите. Этот ХО, кстати, самый оригинальный из тех, что они делали тут. Это вообще, это как целая локация хейста отдельная. Почему я его показываю, господа? Потому что он стоит всего-навсего 370 монет капа, а он будет в раздаче. У меня списали монеты, это значит, что скоро мне выдадут коды, и у нас будет анонс раздачки МТХшек на стриме. И он будет. Он будет в раздаче, а помимо этого ещё куча других внешек. И, кстати, в этот раз впервые, помимо пачки внешек, будет ещё и главный приз в виде суппорт пакета. Так что следите за анонсами. В ВКшке я скоро постану по этому поводу всю информацию. И в ближайшие дни приступаем к нему, получается. А сейчас, чат, нам надо разобраться с этим S, который вчера только закончил актики. По сути, надо всё заменить. Весь сет. Шанс получить френзик при киле. Шанс получить анхоли майт. Периодический урон 60%. Добавочные уроны. Короче, чат, да. Определённо есть смысл покоптить их, потому что... Это супер дешёвый имплисит полезный, можно словить. Так. Ну давай, чём. Суть в том, что если я с карабта получу это свойство, мне не придётся его получать в кластере. И плюс, сейчас, когда у меня 70 уровень, у меня нет пассивов на то, чтобы в кластере упорваться. Давайте слоим карабтик какой-нибудь. What the fuck? У меня здесь труп валяется. Подождите, не, это бомж спит. Окей. Давай. Прокни. Любой из этих трёх проков. Так, я сразу вишу... Один брик, второй брик, третий брик. Ничего. Брик. Ничего. Ничего. Огонь. Ничего. Что? Из десяти карабтов один только прокнул в другой имприсед. Это как? Мне надо тогда подождать, пока ещё пачка бина скопится на продаже и снова попробовать. Не хочу их сейчас покупать там за четыре хаоса каждый. Но нам нужно купить тогда сейчас бину на нас какой-нибудь. Так, сделай мне плюсовое качество. Двадцать три. Ладно. В любом случае, эта база так себе, так что... Ну, я имею в виду сама болванка, так что пофиг. Как насчёт того, чтобы ты прокнул во что-нибудь? Да лол, чё за помойка? Мы, получается, оставляем такую шапку? О, я хрена себе. Адзири степы 35С? На продаже четыре пары Адзири степов и самые дешёвые 35 хаосов. Вы представляете, насколько сейчас на ХК профитно бегать нормал Адзири? Эти ботинки падают каждый второй килл. Сбегай на некроманте. Блин, ну у меня спектр боятся рефлекта. Они, скорее всего, убьются. Давайте трайним. Так, сейчас узнаем, убьются они об рефлект или нет, чат. Не, им похер. Им, кстати, похер тотально. Так, дай мне ботинки. Флакон. Ладно, ещё раз. Е-е-е-е-е-ей. Изи. Слушайте, можете ещё одни выбить? Чё-то это какая-то слишком лёгкая валюта, я не верю. О, я-с. Мне нужны вторые ботинки. На 16% доджа. Монигра. И... Флакон. Ничего себе. Кусок на уберку упал. Да лол, опять флакон. О, перфектный флакон от зири упал. Это экс. Опять флакон. Эй, боты. Рейтинг лиг пассов экзайл. А вот сама лига зашла далеко не многим. В локациях появились особые звери, которых приходилось ловить сетками. Да, это сейчас Эйнерс облаговолил сам опутывать дичь. А раньше мы мучились, выжидая момента для поимки. Сети разделялись по уровням и свойствам. Например, нельзя было поймать зверя 70 уровня верёвками 30. Принцип вы поняли. Что самое неудобное, ловить покемонов получил... Там очень геморно всё было. Мы должны были не просто напихивать урон, а ювелирно напихивать. Конечно, это никому не понравилось. Множество билдов аннигилировали контент одной кнопкой, а тут на тебе ещё и приходилось себя ослаблять, что ли. Закрепившаяся сегодня механика крафта в лиге также была сырой. И сейчас она довольно странная, но до этого игроки просто не понимали, что делать. Но она была... Она была имбовая, кстати. Но вот это вот, что нужно было подгадывать, когда кинуть сеть, это было реально геморо. Как и лабиринт, контент стоял особняком наряду с картами. От убийства архитекторов и менялся храм. Вы сами решали добавить Азири. Это был первый контент лиги, который после брича был на скорость. Ты забегал, тебе нужно было успевать убивать мобов. Он был такой динамичный. Тогда он ощущался революционно на самом деле, но быстро надоел. Поэтому в первый тир его точно не поставить. Но второй тир, ну как бы, да. Или в храм, или обойтись сундуками с картами. Здесь и особые предметы, зачарования, новые противники, свойства, утюг. Простая механика запуска, море полезного контента, отличное исполнение и дополнительное осложнение. Копай. С первого взгляда лига спуск казалась сомнительной. Тащиться за тележкой между темных локаций. Я как бы мопсов хочу рубить. А вот нет. Спуск стал настоящим конкурентом картам. Открыв совершенно новую игру внутри Pass of Exile. Продвигаясь по темным коридорам, пещеры игроки натыкались на уникальных противников и, конечно, награды. В лиге было всё. Новые эндгейм-боссы, крафт, локации, лут и система ладера. Если не поставить в тир 1 отписка. Только немногочисленное разнообразие комнат, но это всегда можно добавить. Вот только сейчас, вместо улучшения спуска, разработчики почему-то напротив делают его зачистку менее профитной. Тем не менее, на старте лиги шахты открывали море фана, да так, что игроки не хотели возвращаться на карты. О спуске я уже говорил в одном из прошлых видео, а пока тир 1 в нашем листе. В конце 2018 года сердце фанатов экшен-рпг было разбито презентацией Diablo Immortal на Близконе. Вместо ожидаемой четвёртой части популярной франшизы, хардкорные геймеры получили анонс мобильной Оззи Атчины. Это подсигнуло популярность Pass of Exile. В декабре GGG выпустили масштабное дополнение предательства. О, битрэйл. Они сражались с синдикатом бессмертным. Тоже Т1. Понимаете, да, Diablo Immortal, а тут и Immortal Синдикат. Дурацкий геймбосс. Простите, фанаты Катарины. Большинство игроков далеко не сразу поняли механику битвы с ней. Эти столбы с неуязвимостью ползают. Мне согласен, файт с Катариной, он мне понравился, потому что это был первый файт, в котором позиционирование имеет значение в бою. Все предыдущие боссы, ты просто заходишь на маленькую арену, ты их шотаешь, а здесь нужно постоянно куда-то вставать. Позже Курсидон узнал на реддите, что это один из нескольких весёлых багов Катарины. И что происходит? Почему проклятая земля исчезла? Почему я получаю урон в середине локации? Почему на мне висят сразу два дебафа и здоровье растворяется за секунды? Может сейчас нужно стоять именно в тех местах? Нет, там я так же бы получал урон, правда меньше. Где мне, чёрт побери, стоять? Что, блин, происходит? Что за ад? Так, это был явно... Сложно. Давайте ещё раз попробуем. Сложно, непонятно. Я поставлю легион в Т2 с минусом. Даже инкубаторы, плюющиеся в вас лутом и самоцветы меня... Мне, то есть, субъективно мне легион нравится? Субъективно я бы его поставил в Т1, но объективно Т2 в принципе нормазливо. Хотя легион у меня в топ-5 лиг. Тем не менее, я поставлю лигу в Т3 Скверна не предложила нового эндгейма Сложности или даже уникальных противников Вылезающие из порталов твари не в счет Это улучшенные донези, а стандартные мобы с ворохом атак Отдельные претензии заслуживает каша на экране Если, допустим, взять морфов без ничего Это довольно скудный контент Но получается, они больше сил вложили в сам патч Ну типа, смотрите, с какими лигами, с какими лигами метаморф Сущность, пророчества, родословные То есть, типа, ну, я не знаю, мне кажется, Т3 Плюс я уже не рассматриваю лигу отдельно от патча Потому что они все равно вместе выходят Где награда соответствовала сложности Помимо горсти лута, в игру добавили кластерные самоцветы Расширяющие пассивную ветку Кто-то считает это кардинальным изменением билдов Я думаю иначе Паверкрипом Тем не менее, нововведение повлияло на билдостроение А это уже крупные изменения Делириум я ставлю в Тир 2 К сожалению, все три месяца Что, Карл, что? Делириум Т2, боже. А, если Делириум Т2, что кроме спуска Т1 вообще? Мне больно. Зеркало Делириума окрашивало локацию в нуарный вид, лишая игроков красок. Помимо эстетического неудовольствия, это накладывало отвечать на геймплей. Отдельные эффекты противников просто сливались с фоном. Недочет, лишивший делириум места в пантеоне и фанатов на ХК. Мы подобрались к самому соку, овощному. Летом даже в бою мы копали огород. В Лиге Жатва мы встретились с Ашаби и её грядкой. В новой локации разработчики вручили нам специальный инвентарь для посадки. О, Харвест, Грейгазм. Собирая семена в локациях, мы сажаем... Сейчас бы мопчиков поворачивать. Лучшая лига. Но вот Лигу я поставлю в Тир-3. Жатва добавила эндгеймбосса, геймплейную механику и ряд новых про... Метаморф в Т4, Жатва в Т3. Синтез в Т3 вместе с Жатвой. Карбингеры вместе с Жатвой. В текущее время, Кража. Совсем недавно я записил видео с коротким разбором Лиги, посмотрите, повторяться не будет. Ну-ка, а Кража куда? Разработчики проделали колоссальную работу, добавили множество новых НПС, озвучили, прибавили локации, противников, предметов, квестов и все это за 3 месяца. Одна неделя, три реворка. Черт возьми, GGG решили идти ва-банк и каждая новая лига выходит сырее. Сырше. Мокрое, короче. Если оценивать сам контент, то нет, нравится грабить. Вместе со спуском и картами Кража стала интернативным место полноценного геймплея и время. Вот такой получился у нас лист. В свое оправдание я оставлю фразу. Не количество контента делает Лигу хорошей, а качество и восприятие игроками. А как бы вы составили этот список? Поделитесь. Ну ладно, я поставлю лайк за контент, но с многими решениями я не согласен, конечно. Я бы вот послушал на самом деле топ лик от МГ-плея. Становится медленным. Меняет ботинки, поставил Лайтнинг Варп. Ой, да ладно. Я понял, Рофил. Его сейчас портанет к самому выходу. Там супер замедленный Лайтнинг Варп. Долбанный гений. Он вышел. Только минус сейф. Чтобы это кольцо стало хорошим, нам надо выпилить тупо манреген. И ничто иное. Тупо точечно прямо в него. Твою мать. Сынеть, что? Блин, чат, вот так вот выглядит стрим с вебкой, что ли? Ты сидишь под 15 фонарями в зеленой комнате, серьезно? У меня глаза вытекут. Я не хочу... Блин, я точно буду сидеть не за гринскрином. Если у меня когда-то будет вебка, ну нахер, я не хочу в зеленой комнате сидеть. Ну вообще прикольно сделать, короче, знаете, как у дизреспекта? Место в комнате, кусок места зеленый, да? И ты можешь туда подойти, и там, типа, весь задний фон вырезается и подставляешь, что ты где-то стоишь, типа. Вот это прикольно. И раскидать веб-камеры по всему дому. 72 хп, 20 хаос реза. Мне кажется, надо оставлять. Тут еще и префикс есть свободный. По-моему, мы лучше не получим сейчас. Это бред какой-то. Она вообще не прокает. Ладно, давай, 13. Если ты мне подгонишь их, я попробую получше крафтануть. Свободный префикс, 20 хаос реза. Получается 2 ролла на хп. Правда, роллы трешовые, конечно. Т7, Т2, но получше, получше. Вол. Прикольно, чат. Перфектная за 15C. Гоу. Сразу перфектную беру. Мирор! 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 Встать! Мирор! Уебать! Ебать! Требую фликер ждать Эм. Требую фликер ждать Эм. Ча? Требую фликер ждать Эм. Что? Требую фликер ждать Эм. Ты задонатил 3000 баксов только что? Чат, это не 1000, а это 3000. Там еще 2 дальше. Жди, ты на нолик ошибся или что? Эм. Я сломался. Мирор! Мирор! Встать! Мирор! 3000 баксов! Ебать! Какого? Меня ты запомнишь надолго, братик? Давно смотрю тебя. Делай нарезок побольше на ютубе. Это да, я такое не забуду. Суб протокол, то есть ты мне задонатил 3000 долларов. За раз. Охренеть. Я вообще никогда таких разовых донатов в жизни не получал. Вот буквально до старта лиги Unskilled закинул 500 евро. Это был рекорд по донату. И здесь 3 косаря сразу. Holy shit. Спасибо, суп. Я даже не знаю, что сказать. Офигеть. Спасибо. Знаете, как попадать в топы? Ты уже там, походу. Подожди. Чат, зацените. Он попал в топ-1 донатеров за все время. За один донат. А также он топ-1 донатер этой лиги. А также это самый большой донат за всю историю канала. Что? Вот это ты ворвался. Блин, это топ самых эпичных врывов просто на Твиче. Спасибо. Спасибо. Фу. Это настоящие деньги? Подожди, я проверю. Это реальные деньги? Это реальные деньги? Чувак. Что я могу сказать? Большое спасибо. Я в шоке. Прям, я не знаю. Я сломался. Попытаюсь дальше продолжить выдавать геймплей. Будучи под впечатлением. Написал в личку. Сделаем билд бомбер навестники с новой шапкой на плюс 8 камней. Блин, красава. Я, кстати, думал о том, чтобы это сделать. Вот это хороший реквест. Это интересный билд. Сделаем, да? Что ты творишь, чувак? Еще и сверху 100 сабгифтов. Ты теперь еще и топ-1 сабгифтер этого месяца. Охренеть. Охренеть. Это реально самый эпичный врыв просто в моей жизни, походу. Да, протокол, благодарю. Еще и плюс 100 репзи сделал просто элитных. Мирор! 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 Встать! Мирор! Офигеть. Мирор! 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 Чат! Ебать! Я, кстати, за то, чтобы ветка была на стримах. Так что давай, закупай вебочку и поехали палить личика. Охренеть. Это сон или это реальность? Что происходит? Это реальность? Четыре косаря! Четыре тысячи баксов! И 115 сабгифтов! Не, ну, я учту твое пожелание про такого определенно, точно. Можешь в этом не сомневаться. Спасибо! Огроменное, огромющее, максимальное спасибо! Благодарю за поддержку. Ну, на самом деле, если сказать по-серьезски, это, ну, типа, это какая-то невероятная поддержка. Я по-другому, я другое слово не могу подобрать. Невероятное! Благодарю протокол. Ему подложу. О, мой пакинь адит брикт. Ммм, кстати, tireless. Лол, чат, он еще из 10 тысяч битсов киданул. Я все, короче. А че бы нет? Ну, ну а че бы еще вот 10 тысяч битсов, например, не закинуть? Ну, почему нет? Если можно, правильно? Спасибо! Да кому теперь этот ассасин нужен? Я вообще забыл, че я делал, чем я занимался, что я здесь забыл вообще, а где я? Спасибо, протокол. 1800 битсов. Это, короче, чтобы закрепиться на топ-1, да, получается? Ты топ-1 по битсам за все время? Топ-1 по саб-гифтам за этот месяц? Топ-1 по донатам за все время. И топ-1 моего сердечка со стрима, походу. Быстрый врыв, быстрая випка получается. Зацени моего кота. Он крутой. Ссылка удалена. Блин, они классные, кстати. Сервал. Он себя ведет как обычный кот, или он больше похож на какую-то рысь по поведению? Меня всегда интересовало. Ну, выглядит как обычный котик. Они же еще, они огромные, да? А, у тебя еще есть и классический кот, и он, наверное, офигевает. Что это такое в доме? Что это за монстр? Дикая кошка. Они вроде больше где-то раза в два. По размеру, по сравнению с обычными кошками. И да, кстати, обратите внимание, он сказал побольше нарезок на ютубе. Даже человек, который приходит и донатит кучу денег на твиче, он ценит подборки на ютубе. Я же говорю, они топчат, зачекайте их. Серьезно, алтарь на шипах? А где? А вот он. Эй, Чистерджан, как ты, нормально, братан? Здоров. Я, наверное, дома этот не смогу, наверное, да? Баклажан. Не получается, да, работать туда-сюда, понимаешь, да? Очень хочется поиграть, не получается, да? Но этот, я смотрю, ты поминал, да, уже. Банда не ходит с тобой, да, мертвые люди, вот эти косточки, вот эти вот. Да. Тебя ножом стреляешь, да, бездомных животных убиваешь. Слушай, интересно, кстати, очень даже. Мне вот понравился. Я с другом об этом разговариваю. Баклажаныч! Вернулся, да. Тот, кто донатил 3К знает, что нарезки не ты делаешь. Ну, на нарезку уходит, на то, чтобы сделать полноценную нарезку, вот такую вот, как со стрима, уходит 5, ну, там, 4-8 часов времени. При учете, что я стримлю по 8-10 часов, я бы физически их сам не мог делать. Так, чтобы они на следующий день уже выходили. Так что это очевидно. Это как бы полноценная работа. Ич. Мне нужен додж здесь. Я, наверное, мист Волкера первым возьму. Так, чат, секу, пойду, умоюсь, схожу в ванную, смахну пот со лба и продолжим. Мирор! 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 Встать! Мирор! Ой, бать! Ебать! Давай вебку врубай, чатик порадуем. Здорово. А что? Возвращаюсь, плюс косарь. Офигеть. Давай вебку врубай, чатик порадуем. Офигеть. Подожди, это уже 5000 баксов получается. Помимо всего прочего. Большое спасибо. Про вебку я подумаю. Я подумаю. Так, так, баклажан, чат, баклажан. И, короче, мне друг говорит. Есть вот это вот, как ножами говорит, можно животное взрывать, говорит. Я говорю, как так взрывать можно? Он говорит, там палочку берешь, говорит, он взрывает. Я говорю, ты, говорю, у тебя воспита есть, говорю, вообще нет? Как, говорю, палочка взрывает, говорит, там волшебник, палочка, говорит. Возви, пожалуйста, вот эта палочка, не знаю, называется. По-моему, он обливлен, обливлен, обливлен. Что такое, да? Аблитерейшн. А, блин, а он что такое, да? Да. То есть, блин, он не дохлый. Он не дохлый. У него... Блин, он продает чат. Что? Что он продал? Кстати, я ее могу поставить прямо сейчас, на ней все те же самые статы, что на моей. Если мы выпилим, получается, рарити или инту, я могу закрафтить те же самые резы, и мы можем тупо ее сразу одеть. Давай, делай красиво. Только ни хп, ни колд рез. Твою мать. Ну как так-то, а? Каждый раз. Блин, ее теперь перекрафчивать надо. Ладно, потом. Так, выбираем матку. Немезис. Немезис активирован. Так, у нас тут есть одна песня, под которую я зашанчил Headhunter. Это было года два назад. Пайли-3. Это традиция ставить эту песню. Говорят, она увеличивает шансы. Слушайте эти божественные звуки. Потому что она играет на этом стриме только в этой ситуации. Давай. Надо погромче звук. А, получается, два стака надо брать. Так. Давай, давай. Давай еще Headhunter прокни. Вторая ходка. Как думаете, какие там сейчас шансы на его шансинг? Они снизились или нет? Они их могли снизить, потому что... КХ не такой востребованный. Давай. Нет. Но у нас есть еще Эншин торбы. Раз. Два. Три. Нет. Не сегодня. Так, прокни мне, Анхолик. Камон. Минус один. Минус два. Минус три. Смотрим. Крит урон, кста. Крит урон, но минимальный. Но это уже что-то. Next. Ничего. Огонь. Френзи. Мимо. Пок. 58%. Сюды. Так спит. Атак спит. Не, ну это уже что-то. Гоу тогда наш тоже закоптим. Если что, я тот ставлю. Понятно. Я думаю, что периодически лучше, чем крит урон. Изи получается. Эх, карманцев маловато. Кто помнит эту фразу? Проверка на олда. Плюс, если олдскулы свело. Да, чат. Это было эпично. Вот это стрим. Вот это стрим. Не менее эпичный стрим будет завтра. Он может быть чуть-чуть менее эпичный. Чуть-чуть. Завтра надо сходить в уберку. Завтра будет патч на кражу. То есть мы посмотрим, что они там сделали. Сколько они там лута накинули. Так что протестируем кражу. Будем апать этого перса. Одевать его и все такое. Перс получился очень бодрый и веселый. Так что будем надеяться, что он переживет завтрашний день. И вырвется в эндгейм. Но это мы узнаем на следующем стриме. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку Капа. И все. Пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok